Тоже смогут. Так, доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас урок Тора из Вены. Из Вены, значит, все записывается. Все отлично. Урок Тора из Вены и не прекращай удивляться, не прекращай удивляться уникальным возможностям, которые есть у нас сейчас для изучения Тора, вообще для жизни. То есть это фантастическая ситуация, когда можно совершенно спокойно прилететь в Вену, сесть за прекрасную сторону и, значит, проводить рок Тора слушателей во всем мире. Это просто какой-то мы живем в том, что когда-то нам казалась фантастика и сказка. Вот мы в ней живем сейчас, представляете? То есть еще в моем детстве представить себе, что вот так вот будет, ну и не мог. Только может быть в каких-то фантастических фильмах. Хорошо, но должно же быть в жизни что-то, что не меняется. Должно быть в жизни что-то, что является фундаментальным и не меняемым и таким, вы знаете, постоянным настоящим. И это постоянное настоящее, это Тора. Поэтому мы сейчас открываем точно так же, как 3334 года назад в пустыне Мошера Бейну открывал, значит, открывал, я не знаю, у него не было телефонов, не было компьютеров, но он просто садился и говорил, вот сейчас глава у нас какая? Насо. Насо называется эта глава, и сейчас мы, давайте посмотрим, что в ней написано. И сегодня мы 21 главу Мишле будем изучать. И сказал Бог Моше, говоря, Насо этрош бнейдершон, гам эм льбе табу табу миш пакатаб. Продолжается подсчет еврейского народа, все колена, сейчас подсчитывают колена Леви. Леви это те, которые были, колена священников, которые служили в храме, были коины, которые приносили жертв. А Леви это, которые занимались всеми остальными работами, помогали этим священникам коинам. И вот здесь у них было три рода. Здесь сейчас сегодня идет подсчет рода Дершон. Значит, вот их посчитали от 30 лет и выше до 50 лет. Их надо было посчитать, значит, чтобы они делали работы в шатре откровения. То есть мы здесь видим, что от 35 лет, слышим, что она вы мало, от 30 лет, от 30 лет они могли выполнять эти работы. А что они делали до 30 лет? Как вы думаете, что они делали до 30 лет? До 30 лет они учились. То есть получается, что у человека есть разные-разные этапы в жизни, разные, совершенно разные этапы. То есть прямо вообще. И когда человек переходит в новый этап, у него обычно происходит то, что называется кризис. У него происходит возрастной кризис, переоценка ценностей. Вот человек, например, маленький человек, ребенок, он был дома, потом его отдают в детский садик. У него кризис, у него переоценка ценностей. То есть то он был единственный, вокруг были его родственники, а тут толпа какая-то других детей. Потом он идет из детского садика в школу. У него переоценка ценностей. То есть у него на 10 лет его, значит, запирают с другими детьми. Потом у него идет, он идет в институт, у него ему 17 лет, вот этот подростковый возраст. Переоценка ценностей. Он пытается заново как бы выстроить свою голову. Потом с 20 лет до 30, еще следующий период. Потом с 30 до 40. Потом в 40 лет у него начинается кризис среднего возраста, это называется, да, у него средний возраст. Кто проходил, знает. Ты думаешь, а дальше как жить, что делать? И чем дальше мы живем, потом 50 лет, вот мне сейчас было 50 лет. Чем дальше мы живем, тем, тем, потом 60 лет, наверное, кризис будет, я не знаю, 70, 80, 90, 100, наверное, тоже будет какой-то кризис. Тора нам говорит, что для каждого возраста есть специфическая работа. Например, вот я про себя знаю, 50 лет написано, что можно уже давать советы. Это возраст для ИЦИ. То есть я уже вот, видите, они здесь написаны. От 30 лет до 50 лет они могли работать, вот эти вот левиты. А потом в 50 лет они начинали обучать тех, которые от 20 до 30. То есть их же надо было обучить, передать надо было им опыт. Это не день, не два. Это очень была тяжелая работа. Хотя, казалось бы, мы смотрим, что за работа такая. Они носили, носили они покрытие этого передвижного храма. Они носили разные вещи. Казалось бы, работа не такая и тяжелая. Но, значит, этому всему надо было учиться. Вот сегодня отрывочек очень короткий. Буквально, буквально прямо их посчитали. И что? И все они должны были делать по словам руководителей. А кто у них были руководители? Аарон и его сыновья. То есть вся работа вот этих вот левитов, которые производили, носили этот храм и помогали когнам, она, значит, вся эта работа была по слову кого? По слову, значит, по слову священников. Все. Сегодняшний отрывок мы прочитали. Что мы из него учим? Давайте подумаем. То есть, казалось бы, нам Тора сообщает вещи, которые не имеют к нам прямого отношения. Но говорил еще Любовь Стиребе, что надо жить в ногу со временем. В ногу со временем это в ногу с недельной главой. Вот мы смотрим и думаем, а в каком я сейчас периоде? Там, например, каждый из нас зашел в какой-то период. И что, мой старый опыт мне помогает в этом периоде? Оказывается, нет. Старый опыт может в чем-то помогать, в чем-то мешать. А где мне взять опыт тех людей, которые, что мне делать дальше? Нужно взять у людей, которые уже прошли этот этап. Но вы знаете, мы сейчас живем в очень сложное время. Вообще, есть две большие сложности в наше время. Первая большая сложность, что еще в годы моей молодости, вот когда мне было 20 лет, да? Когда мне было 20 лет. Средняя продолжительность жизни в мире на то время была у мужчин 67 лет. Это была средняя продолжительность жизни. То есть, в возрасте 50 лет человек в среднем входил уже в последний период своей жизни. И я помню, меня отец, покойный за хроной Леврахау, он умер в 89 лет. Но когда ему было 50, а мне было тогда лет 15 плюс-минус, даже 10, он мне говорил, я запомнил очень его, что если тебе 50 лет, и ты утром проснулся, и у тебя ничего не болит, значит ты умер. Вот такую я запомнил мудрость из времен моего детства про возраст 50 лет. А мне сейчас 50 лет, я в 50 лет пробежал полумарафон на день рождения, 21 километр. И слава богу, слава богу, собираюсь и дальше бегать. И отец, который даже не думал, его отец умер в 60 чем-то лет. Отец не думал, что он проживет 89 лет, но он дожил 89 лет. И слава богу, последние, правда последние 20 лет он не знал, что делать. Потому что особо он не знал, что делать. У него не было того, кто его обучил бы, чем заниматься от 67 до 89 лет. Понятно, да, идея? Вот это то, что мы учим отсюда, что человек должен быть чем-то занят, обязательно должен быть чем-то занят. Если человек не занят чем-то, то он себя, как его мозг, сам себя съедает. А чем человек может быть занят? Самое лучшее занятие для человека какое? Это изучение, обучение чему-то. То есть поставить цель, учить Тору. И вот мы сейчас переходим к Мишле. Я очень прям люблю эту книгу, потому что в ней есть очень много практических, невероятно таких мощных советов, которые мы можем с вами выполнять. Сейчас, секундочку, мне нужно сделать одну вещь, значит, надеюсь, что вам меня видно в Телеграме, да, не пропала картинка? Вот если, как бы, мне узнать, пропала или не пропала, вы можете, кстати, написать это. Мне нужно открыть сейчас Мишлей, потому что у меня Мишлей в телефоне или в компьютере сейчас. Здесь я не нашел книжки Мишлей, текст, да, текст. И вот, значит, открываем мы Мишлей, 21 глава, вы можете открыть 21 главу, значит, открываем мы 21 главу, вот, меня видно, все отлично. И в 21 главе есть один отрывок, который самый, самый, ну вот, в каждой главе есть какой-то отрывок, который я лично когда-то запомнил и очень сильно использую. Но в этой главе тоже есть один из моих любимых отрывков, значит, отрывок это такой, 21 глава, на иврите, я помню, как он звучит, шумер пив велошено, тот, кто сохраняет свой рот и свой язык, да, шумер мишамот, шумер мецарот навшо, Тот, кто сохраняет свой рот и язык, сохраняет от неприятностей свою душу. Так, где этот отрывок, кто помнит, какой это номер отрывка? Так, не видно, да, кто сохраняющий, какой же это отрывок, не могу найти его, 23 отрывок, да, просто здесь перевод, 23. Кто хранит уста свой и язык свой, тот хранит от бед душу свой, да, тот на русском, 23, спасибо. Значит, что значит этот отрывок? Шумер пив велошено, шумер мецарот навшо, сохраняющий рот свой и язык, сохраняет от неприятностей свою душу. Здесь есть у рот и язык, у них есть две функции. Первая функция рта у нас и языка какая, это поедать пищу. То есть ребенок вначале, он начинает ртом, он пьет молоко у мамы, потом значит он начинает уже каши кушать какие-то, потом он начинает уже есть разную еду. И потом в зависимости от того, что он кушает, у него после этого еда, которую мы едим, становится нами. Вот это очень просто запомнить. То есть то, что человек поедает, это становится им, его телом. И за жизнь сквозь тело человека проходит, знаете, сколько еды? Вот если в день человек съедает, например, килограмм еды, за год 365 килограмм, за три года тонну еды, и за 30 лет 10 тонн еды, и за, например, 90 лет в три раза 30 тонн еды человек съедает, сквозь себя проходит, представляете, 30 тонн еды, ну плюс-минус. И еда, проходя, она превращается в тело. Поэтому очень важно есть кошерную еду, потому что если ты ешь не кошерную еду, то вот сущность вот этих животных, которые не кошерные, она с тобой становится. И запрещено есть всех там гадов, присмыкающихся, потому что тот, кто ест гадов, он становится гадом тоже. Это как бы понятно и очевидно, что человек, который съедает, он все время ест каких-то тараканчиков, то, ну, у него и характер такой, наверное, становится. Теперь дальше. Если человек ест хищных животных, то он каким становится хищным? Он становится очень хищным, потому что хищные животные, они хотят убивать других. Теперь, а что будет, если человек будет хищным в жизни? Давайте посмотрим. Тоже 21 глава, что будет, если человек будет хищным? Например, здесь есть вот такая вот, такая вещь. Значит, сейчас, сейчас, про, сейчас, ну, сейчас, секундочку, алчность лениться. Тут в основном про надменный злодей, вот, надменный злодей, 24 отрывок. Надменный злодей, кощунствующий имя ему, действует с буйной гордостью. То есть, вот эти вот все злодеи, которые там кричат, они гордые, они нападают на других, знаете, как хищники. Значит, во-первых, не факт, что они победят. То есть, тот, кто много кричит о победе, не факт, что он побеждает. Во-вторых, есть 30 отрывок в 21 главе. Там говорится так, что нет мудрости, нет разума и нет совета, кроме Бога. То есть, человек может быть вообще просто, там, все высчитать, все подготовиться, все, и ничего у него не получится. Конь подготовлен на день войны, но победа от Бога. И он может готовить своих коней, там, танки, ракеты, все, победа от Всевышнего. То есть, мы видим, что качество характера надменность, качество характера воинственность, качество характера какая-то там злоба и хищность, да, в итоге, в итоге, она приводит человека к конфликтам и к, ну, в жизни у него очень плохо все становится. Если он конфликтный, и что у него будет в жизни хорошего? Теперь, давайте вернемся к этому отрывку, к 23-му. Сохраняющий рот свой и язык сохраняет от сород, от страданий свою душу. Нафиш, это животная душа, это то, что наполняет тело человека. То есть, если ты ешь неправильную пищу, ты начинаешь болеть. Теперь, ну, вторая функция рта, это разговор. Я вспоминаю здесь историю, иллюстрацию из трактата Баба Мецея. Раби Лазар, сын Раби Шимона, он работал на римлянах. И получается, что шел он как-то по улице, и один был какой-то человек, прачечник написано, он его оскорбил, он ему говорит, он говорит, хометс бен яйн, ты говорит, через 10 минут, хометс бен яйн, он ему говорит, уксус сын вина. Тот говорит, ты как меня оскорбляешь вообще, что такое хометс, уксус сын вина. А он имел в виду, что уксус сын вина, это твой папа был вином, праведником, а ты уксус. И он ему говорит, уксус сын вина. Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит, ах ты, говорит, из того, что ты такой наглец, видно, что ты злодей, потому что человек хороший, зачем он будет другого оскорблять. Говорит, арестуйте его, разберемся. Его арестовали, арестовали его, потом написано, Раби Элязар подумал, подумал, и говорит, ну, может я погорячился, ну, обозвал меня человек. Ну ладно, а тут знаете, как есть, тоже есть еще один отрывок, очень хороший здесь, знаете, сейчас, про то, что, ну, значит, тут на русском так не очень перевод, мне нравится. Значит, там есть такой отрывок, 21-й, тот, кто следует за дздакой и хэсетом, милосердием, он найдет жизнь, дздаку и почет, и кого-то. То есть, человек, который идет за милосердием, и он другим прощает, не обижается, он такой, то он в итоге его будут почитать. Хотя кажется наоборот, что человек, который прощает, его не будут почитать. Но с другой стороны, вот смотрите, очень часто люди обижаются на то, что, ну, вообще один не хотел обидеть, у него не было намерения обидеть. Я всегда детей учу, что ты смотри не на слова, а на намерение. То есть, иногда человек говорит вроде бы простые слова, но у него явное намерение тебя обидеть. Да, то есть, он хочет против тебя. Иногда человек говорит, может, какие-то слова неприятные, но у него намерение, там, сделать тебе хорошо. Бывает и так, и так. То есть, нужно глубже смотреть на намерение. Теперь, значит, Раби Элязар, сын Раби Шимона, он подумал, да, отпущу его, возвращается в тюрьму. А того уже повесили. И он стоял перед повешенным этим прачечником, который его оскорблял. И он говорит, эх, говорит, шамер пиво лошино, шамер митца рот на вшо. Сохраняющий свой рот и язык сохраняет от неприятностей свою душу. Говорит, что ж ты так на, не, как сказать, не фильтровал свой язык. Теперь, но он тоже начал плакать, потому что в какой-то мере это относилось и к нему. Он же, в принципе, был причиной, что того убили, да. То есть, он сказал его арестуйте, а потом того убили. И он из-за этого, он плакал, что вдруг он совершил грех. Подошли его ученики к нему и говорят, что Раби перед смертью, этот признался во всех своих преступлениях, он вместе с его сыном в Йом-Типур изнасиловали девушку, которая должна была выйти замуж, уже обрученную невесту, поэтому ему положено было по закону смертная казнь за такое преступление. Поэтому, говорит, все, не расстраивайтесь, Всевышний, он знает, кому, что, когда, какие давать наказания. Поэтому Раби Елизар тогда обрадовался. Давайте подведем итог. Значит, шумер, пиво, лошино, шумер, митцарот, навшо, сохраняющий свой рот и язык, сохранит от неприятностей, от неприятностей и от страданий душу. И реально, то есть, если вы будете внимательно кушать и кушать кошерно, кушать немного, кушать, как царь Соломон советовал, в хорошем настроении, и то, что, то тогда у вас будет и хорошее здоровье, и тогда, если вы будете так внимательно, спокойно кушать, то тогда вы так же внимательно, спокойно начнете наблюдать за своей речью. И когда вы наблюдаете за своей речью, любая негативная форма взаимодействия с собой или с другими людьми, любой негатив, который вы создаете своими словами, в первую очередь страдаете вы. В первую очередь страдает сам же человек, если он описывает свое жало, если он жалуется, да, если он обвиняет кого-то, если он оскорбляет кого-то, если он говорит плохие вещи на кого-то, то он прежде всего вредит себе, то есть он делает неприятности, царот на свою душу, и, значит, поэтому нам лучше этого не делать, а будем стараться говорить очень мягко, красиво. Тадараба, дорогой Скаф, тадараба, дорогая Виктория, смотрите, как приятно. И мне приятно, и Викторию приятно, да, дякую за урок, вам тоже дякую, всех дякую, всем тадараба. Да, ходы что? Сейчас начинается месяц, месяц Сиван, это месяц дарования Торы, нам осталось до дарования Торы, буквально вот неделька, даже меньше нам осталось до дарования Торы, и, значит, Шавот, это 50-й день выхода из Египта, из Песаха, то есть мы должны все это время были развиваться духовно, и вот сейчас мы будем готовы к принятию Торы, и дальше будем также продолжать изучать Тору, то есть это лучшее, что человек может сделать в этом мире, это изучать волю Творца, понимание Творца, что нужно делать, и, значит, потом это все применять. Тогда ты занят будешь до последней минуты своей жизни в этом мире, и со следующей же минуты ты сразу же переходишь в свою душу, которую себе подготовил при жизни, выход, когда люди верующие, они выходят из этого мира очень легко, и вообще без всяких страданий, без напряжений. Спасибо Максиму за короткое резюме урока. Значит, сегодня у меня вечером урок в Вене, будет на занятие, все, кто придут, получат в подарок книгу Мишлей, с моей подписью, так что если вы в Вене или где-то рядом с Веной, или ваши друзья здесь, то велкам в Вене, центр города, в общину называется GRCV, в общем, в самом центре она находится, и в 6 часов начала урока. Все, всем удачи, успехов, счастливо, встречаемся завтра, или сегодня, кто в живую приедет.